Привет, друзья! Меня зовут Павел Руденко, и я подобрал для вас 10 зимних элементов снаряжения, которые вам обязательно пригодятся. Снегоступы. Зимой условия похода сильно меняются, и без дополнительного снаряжения, вроде снегоступов или лыж, мы сильно ограничены в наших маршрутах. Протоптанные тропы могут быть только в некоторых лесопарках и национальных парках вроде Таганая. Но приятнее всего идти куда хочется, без троп, и как самый простой и мобильный вариант мы и рассмотрим снегоступы. Бывают два основных типа. Это рамный и с декой. Это модель Бигфут, рамный снегоступ с алюминиевой трубкой. Я бы его взял в регион с большим количеством снега и лесной зоной. Модель с декой «Маламут» отлично подойдут для горных условий, где есть сильный перепад высот, плотный снег и более злой протектор будет хорошо нас держать на снегу, а также обеспечивает большую мобильность на сложном рельефе. Лопата. Без лопаты зимой никак. Я обычно готовлю ей место под лагерь, под палатку, закапываю колушки, выкапываю яму в тамбуре, делаю полочку для горелки, чтобы ветер не задувал огонь. Она пригодится для создания ветровой стенки. Можно выкопать скамейку или стол. В общем, зимой очень фаново обустраивать лагерь. На лавиноопасных маршрутах я делаю ей шурф. Это лавинный тест. В таких местах лопата служит обязательным элементом безопасности, и я рекомендую к ней щуп, лавинную ленту или биппер. При выборе обязательно обратите внимание на форму ручки. Т-образная подойдет для использования с перчаткой, а Г-образная ручка лучше будет работать с варежками. Также Г-образная ручка позволяет нам сделать совок, чтобы удобно было выгребать снег из снежной пещеры или тамбура. А четыре отверстия дают нам возможность установить лопатой снежный якорь. И теперь самый важный вопрос. Сколько лопат нужно на туристическую группу? Я считаю, что для палатки в 2-3 человека обязательно должна быть лопата. Если у вас большая команда на 10 человек и, допустим, палатка зима с печкой, то минимум это 3 лопаты. Чуни. Это самый приятный элемент зимнего и межсезонного снаряжения. Как только ночная температура приближается к нулю, я обязательно их беру с собой. Ощущение, будто котик спит в ногах. Зачем они нужны? Просто в спальном мешке, когда мы спим, выделяем тепло в районе грудной клетки и паха. А в ногах оно не всегда доходит и ноги периодически мерзнут. Поэтому чуни сохраняют тот необходимый базис тепла. Есть два варианта. Пух и синтетика. Пуховые чуни компактнее, в свернутом виде, легче и по ощущениям теплее. А синтетические чуни меньше боятся влаги, поэтому дают нам возможность немного просушить сырые носки. А также вариант с подошвой позволяет выбежать ночью в туалет даже на снегу. Есть и третий вариант. Это флисовые носки из Power Stretch. Они дешевле, легче, компактнее и в каком-то смысле даже универсальнее. Выбирая размер, всегда можно взять чуточку больше, ведь вам не придется в них ходить. Это для сна и нахождения в палатке. Термос зимой это обязательное снаряжение. Ведь вся вода очень часто скрыта под снегом и льдом. А утром можно вскипятить чаю и греться им весь день. Оптимальный объем на одного человека это 700 мл или литр. Этого достаточно, чтобы вы пили в течение всего дня. Если ваша команда больше, то с точки зрения экономии веса можно взять двухлитровый термос. Помните, чем больше объем термоса, тем он дольше сохраняет тепло. Термос для еды. Это лучшее решение для обеда зимой. Все, что вам нужно, это утром вскипятить чуть больше воды и заварить сюда, например, рис. Когда придет время перекуса, мы уже доставим сразу готовое горячее блюдо. Оптимальный объем на одного человека это минимум 500 мл. Если у вас два участника, то можно сразу взять на 700 или 800 мл. Варежки. Как ни странно, но подобрать идеальный комплект для зимнего похода не так-то просто. С какими сложностями мы можем столкнуться? В движении рукам бывает слишком жарко, а при остановках они, наоборот, слишком сильно охлаждаются. Это происходит из-за того, что кровь не всегда доходит до периферии тела. Но нам обязательно нужна хорошая моторика для того, чтобы пользоваться техникой, навигатором или устанавливать палатку. А при контакте со снегом или паром отготовки варежки могут быстро намокнуть и потерять свои теплоизолирующие свойства. Так на что же обратить внимание? Первый совет – это брать больше с собой перчаток и запасных варежек. Как базовый вариант мы можем взять обычные флисовые перчатки. Две-три штуки. Они отлично подойдут, если какая-нибудь перчатка улетит или слишком намокнет, а также для сна в спальном мешке. Как ходовой вариант мы можем использовать комбинированные варежки-перчатки. При необходимости посмотреть маршрут мы можем легко достать наш телефон и глянуть карту. Для более холодных условий есть специальные варежки-экшн, которые позволяют открыть молнию и достать наши утепленные перчатки, интегрированные в варежку. А для бивака хорошо работают легкие варежки на прямоловке, с которыми вы можете спокойно гулять и наслаждаться заснеженными елками и багровыми закатами. Балаклава. Она дает нам сохранить тепло в районе ушей, головы и шеи. Это обязательный элемент, если вы используете альпинистскую каску или горнолыжный шлем. Балаклава позволяет ему очень плотно сидеть и не соскальзывать во время падения. В стильный морозный ветер вам захочется закрыть щеки и нос. В этой балаклаве есть интегрированная маска с перфорацией. Если вы выбираете обычную балаклаву, то продаются отдельные маски с виндстоппером. Они отлично подойдут для лыжного похода. И более компактный вариант. Если вы не можете согреться самостоятельно, то есть дополнительные источники тепла – химические грелки. Грелка активируется при реакции экзотермической смеси с кислородом воздуха. Но помните, что сама грелка должна быть достаточно теплая. Поэтому носите ее во внутреннем кармане куртки или спальном мешке. А если вы выходите на улицу прогуляться, то активируйте ее еще дома. Грелки бывают разных размеров. Варианты поменьше подойдут для того, чтобы согреть руки в перчатках или ноги. Вариант побольше поможет вам согреться в районе груди под курткой или в спальном мешке. А также обращайте внимание на время работы. Минимум работы грелки – это 3 часа, максимум 11. Термопосуда. На морозе еда очень быстро остывает. А на усвоение холодной еды организм тратит очень много энергии. А наша основная задача – сохранять тепло любой ценой. Для этой задачи отлично подходит термокружка с крышкой. И термоторелка с двойными стенками, в которой еда будет остывать заметно медленнее. Монокуляр или бинокль. Когда я останавливаюсь на отдых, всегда достаю свой монокуляр, чтобы осмотреть рельеф, посмотреть на животных и на красоту природы. Это крутая вещь, ведь вы увидите в 10 раз лучше. Мои самые яркие впечатления – это когда я наблюдал за медведем, который двигался медленно, плавно по тундре и осмотрел на него, будто бы находился рядом. Мультитул. Что-нибудь починить зимой без него просто невозможно. Весь металл смерзается, на морозе все ломается. И даже просто подкрутить эксцентрик у лыжных палок нам потребуются плоскогубцы. Бывает совершенно разный набор инструментов. Пилы, открывашки, отвертки. Выбирайте под свои задачи. Средний вес всего 150-300 грамм. И рекомендую его носить всегда под рукой. Друзья, что еще вы бы добавили в этот список, пишите в комментариях. Занимайтесь зимним туризмом, ведь Россия идеально подходит для этого. Пока!